Сургут готовится к Масленице. Ее в этом году отметят в первый день весны. Народные гуляния по традиции пройдут на площади перед Театром Сургу. Его организацией более 20 лет занимается историко-культурный центр Старый Сургут. Ежегодно гостями этого мероприятия становятся около 15 тысяч человек. В этом году на главной площадке в рамках Масленицы пройдут как традиционные, так и новые виды активностей, программы и конкурсы. Один из них масленичный дресс-код. Чтобы стать участником этого соревнования, нужно прийти на праздник в костюме кота или сделать, к примеру, кошачий грим. За такой наряд дадут специальный приз. Еще один конкурс связан с таким зимним атрибутом, как валенки. Это конкурс, связанный с их декорированием и с их представлением. Он проводится в двух номинациях. Первое – это фотоконкурс. Участники смогут, украсив самым оригинальным, необычным способом этот атрибут зимнего костюма русского, народного, представить свои фотографии на суд-джюри в онлайн-режиме на страничке старого Сургута в социальных сетях. И вторая номинация – это дефиле, в рамках которого участники смогут показать плоды своего труда, выйдя на главную сцену. Также празднование Масленицы будет проходить еще на двух площадках в парке нефтяников и возле колледжа культуры имени Знаменского. Здесь организатором выступает администрация города. Сургутянам приготовили конкурсы, старославянские игры и традиционные лакомства. Блины и чай с самовара, разогретого на дровах. Также на площадках народных гуляний свои номера покажут творческие коллективы города. Судя по погоде, мы надеемся, что она будет очень благосклонна, к нам не будет метели. Хотя, вот это тоже, можно говорить, уже о сложившейся традиции, всегда есть ветер. Но мы надеемся, что в этом году все будет хорошо, и жителей будет гораздо больше, угощений будет достаточно. Достаточно.